Доброе утро! С новостями на канале УТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, кто сегодня отмечает профессиональный праздник, как в области, можно бесплатно звонить на любые номера и где в регионе строят татарскую деревню. На страже рубежей. Сегодня профессиональный праздник отмечают российские пограничники, кадровые офицеры и ветераны. Российская Федерация имеет самые протяженные границы в мире и граничит с 18 странами. Никакое другое государство не имеет такого количества государств-соседей. Пограничное сотрудничество установлено и закреплено договорными документами с 32 зарубежными странами. Ежедневно на охрану государственной границы выходит более 11 тысяч пограннарядов, десятки кораблей и катеров. Наша регион на юго-западе граничит с Казахстаном. Протяженность этого участка составляет 317 километров. На этой территории расположены федеральные пункты пропуска, многосторонний автомобильный Павловка, железнодорожный Карасук, воздушный Толмачево. Государствами определены 6 мест пересечения государственной границы, за каждым круглосуточное наблюдение. Пограничники службу несут круглосуточно в будни и праздники. Команда Новосибирской области выиграла 26 наград чемпионата WorldSkills Russia в Казани. Также в копилке нашего региона 7 медальонов за профессиональное мастерство. Напомню, соревнования проводят ежегодно с целью повышения престижа рабочих профессий, привлечения молодежи в производственные секторы экономики, сферу услуг, совершенствования образовательных программ с учетом российских и международных требований к профессиональным компетенциям. Конкурсы «Молодые профессионалы» и «Обилимпикс» вошли в региональный проект «Социальные лифты» для каждого национального проекта образования. Новосибирская область предпринимательства в Куйбышевском районе. Например, потребительский и торгово-производственный кооператив расширяет производство, чтобы селяне получали вкусную выпечку и полуфабрикаты. Мы выпекаем первый, второй, сорт, вышку, бородинский, зерновой, нарезные вот эти кистаки. В небольшой пекарне работа кипит с раннего утра. Хлеб отсюда повезут в село района. Часть выпечки оставят. Горожанам продукция местных пекарей тоже пришлась по вкусу. Конкурировать с другими производителями удается благодаря качеству, а оно напрямую зависит от сырья. Муку, к примеру, покупают только у надежных и проверенных поставщиков нашего региона. Мы работаем уже много лет с нашими поставщиками. Это из Двинска хлебоприемное предприятие, это Чулым хлебоприемное предприятие, которое поставляет нам муку. С другим сырьем мы работаем, с новосибирскими поставщиками. Месяц назад открыли кондитерский цех, под который приспособили складское помещение. Его капитально отремонтировали, закупили оборудование. Печь, тесто-раскаточную машину, миксер и тестомес. Мы израсходовали на это оборудование 906 тысяч рублей. За счет программы господдержки, мы в этом году уже подали документы на возмещение части затрат. Решение принято положительно по тем затратам, которые были в четвертом квартале прошлого года. Значит, нам часть наших затрат с местного бюджета возместят. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в районе действует не первый год. В 2018-м на эти цели направили почти полтора миллиона рублей из местного и областного бюджетов. Это оказание услуг, это сфера торговли идет полностью, это производство, ну конечно, это сельское хозяйство, это крестьянское фермерское хозяйство. Магонетное предпочтение отдаются производство, личные подсобные хозяйства, которые могут гарантировать увеличение рабочих мест на предприятии, увеличение объема производства. В цехе буллофабрикатов с заказами уже едва справляются. Пельмени, манты и котлеты в сельских магазинах, а их почти 40, быстро раскупают. Сезонное повышение спроса производители связывают с началом полевых работ. Оксана Тимошенко, Андрей Ребедев, Новости ОТС. Все в поля. Десант новосибирских журналистов сегодня высадится в Тагучинском районе. Посевная кампания подходит к концу и специалисты регионального минсельхоза сегодня дадут оценку работе агрария в межсезонье. А у представителей СМИ будет возможность познакомиться с технологиями сева яровых культур, работами по подъему пара, который проводится сельхозпроизводителями для поддержания плодородия почвы. Подробности мои коллеги расскажут в дневном выпуске новостей в 15.30. Татарскую деревню строят на Михаловской набережной. В частности, там появится дом, баня, колодец, бассейн, мост и сарай. Площадка создается для гостей и участников федерального сабантуя, который пройдет в нашем регионе в следующие выходные. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. В рамках мероприятия в городе запланированы конные скачки, дегустации блюд, сельскохозяйственная выставка, ярмарка, концертная программа, а также соревнования по татарской национальной борьбе, победителю которой будут вручены живой баран и супер-приз автомобиль. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты теперь в социальной сети Инстаграму ТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Доброе утро. С новостями на канале УТС Александр Журбин в этом выпуске вы узнаете о новых правилах призыва в армию, какие автомобили будут выпускать в нашем регионе и какие имена дали медвежатам в новосибирском зоопарке. Правила призыва в армию в России могут ужесточить. Минобороны предлагают внести поправки в закон о воинской обязанности и службе, касающейся процедуры прохождения медкомиссии. В частности, врачи смогут перепроверять здоровье молодых людей, получивших ранее отсрочку, и отправлять их на повторное обследование. Отмечается, что новые правила помогут бороться с недобросовестными гражданскими медиками, которые за вознаграждение освобождают призывников от службы. Кроме того, лиц негодных к армии при наличии показаний будут направлять в медицинскую организацию для оказания помощи. В результате его вылечат и призовут, или выдадут военный билет. У россиян остается неделя на то, чтобы предоставить Федеральную налоговую службу данные о движении средств по счетам и вкладам, открытым в иностранных банках. Крайний срок подачи сведений за 2018 год – 1 июня. Исключение граждане – обладатели российского паспорта, который проводят за пределами страны более 183 дней в году. Предоставить отчет можно лично, через уполномоченного представителя, заказным письмом с уведомлением по почте. Еще один вариант – воспользоваться сервисом «Личный кабинет» на сайте ФНС. Средства защиты информации гарантируют соблюдение налоговой тайны. Документ, подписанный электронной подписью, который можно получить в том же личном кабинете в разделе «Профиль», признается равнозначным отчету на бумаге, подписанному собственноручной подписью налогоплательщика. Инженеры НГТУ возьмутся за создание спортивного электромобиля. Проект реализуют на базе российского спорткара «Маруся». Накануне соглашения подписали ректор технического университета и руководитель компании, которой принадлежат СЕМ «Марусь». На базе той шасси, которая была предоставлена, мы снимем в этом случае двигатель внутреннего сгорания, поставим модульные конструкции из электрического двигателя, систему управления и в этом случае накопители энергии. Эти основные узлы будут соединены между собой и в конечном итоге мы получим прототип нового электромобиля. НГТУ – один из первых вузов России, где начинали заниматься гибридными энергетическими установками. Местной кафедре электрического транспорта больше 50 лет. По предварительным оценкам, благодаря уже имеющемуся опыту, специалисты университета смогут реализовать проект примерно за полтора года. В качестве накопителя энергии используют литий-ионные батареи. Технические подробности, мощность двигателей, запас хода пока не раскрывают. В случае успеха машину запустят в мелкую серию. Первый библиотечный диктант пройдет сегодня в Новосибирске и районах области. Акцию приурочили к Общероссийскому дню библиотек. Задание для участников состоит из двух частей – диктант и тест. Можно выбрать одно или выполнить оба. Каждый решает самостоятельно. Текст диктанта – это отрывок художественного произведения сибирского писателя. Что интересно, диктатором выступит сам автор. А последующее тестирование, в свою очередь, включает 20 вопросов на знания сибирской литературы, истории и библиотечного дела в Новосибирской области. В Новосибирске мероприятие состоится в 15.00 в Новосибирской областной юношеской библиотеке. Норди и Шайна. Белым медвежатам в Новосибирском зоопарке дали имена. Напомню, варианты также, как в случае с Шилкой и Ростиком, предлагали горожане. Голосование длилось почти два месяца. Один человек мог предложить не более пяти пар имен для малышей. Самые часто повторяющиеся имена попали в финал. Из них и выбрали итоговый вариант. Белая пушистая двойня – это уже третье потомство Кая и Герды. Малыши появились на свет в конце прошлого года. Мать-медведица долгое время никого не подпускала к детенышам. И ветеринары не могли установить полмедвежат. Сереброй чемпионата Европы по спортивной аэробике завоевала сибирячка Татьяна Конакова. Турнир прошел в столице Азербайджана Баку. В дисциплине «Соло» Татьяна обошла представительницу Болгарии, но уступила соотечественнице из Санкт-Петербурга. Девушки набрали одинаковое количество баллов, но золотую медаль соперницы отдали за более высокую исполнительскую оценку. Несмотря на это, успех Татьяны Конаковой исторический. Она стала первой спортсменкой из Новосибирской области, которая смогла стать призером европейских соревнований в личном зачете. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты теперь в социальной сети Instagram. УТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Пирс ТВ. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, как в регионе развивается малый и средний бизнес, какой рейд объявила областная госавтоинспекция и когда в стране опять начнут принимать бутылки у населения. В России могут вновь начать принимать бутылки у населения. Проработать этот вопрос поручил председатель правительства Дмитрий Медведев, Министерство природных ресурсов и экологии, Министерство промышленности и торговли и Министерство экономического развития. Ведомствам поручено также оценить целесообразность проведения такого эксперимента. Как сообщает российская газета, первоначальные предложения были высказаны в Госдоме во время отчета правительства. К обмину рекомендовано представить в Госдуме предложение по данному вопросу до 15 июня. По оценке некоторых депутатов, за одну пустую стеклянную или полимерную бутылку могут платить по 5-7 рублей. В Советском Союзе в стоимость того, что наливалось в емкость, будь то кефир, водка или лимонад, входила залоговая цена емкости. Чтобы несознательные граждане не выбрасывали возвратную стеклотару, а сдавали. Так в стране в 1975 году появились отдельные пункты приема стеклотары. Тариф был следующим. Бутылка водочная, винная, пивная или лимонадная 0,5 литров стоила 12 копеек, потом 20. Молочная 15, банка трехлитровая 40 копеек, литровая 10. В наши дни все это выбрасывается. Принимать заводом оборотную стеклотару запрещено в соответствии с техническим регламентом Таможенного Союза с 2012 года. В Кубышевском районе активно развиваются предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе благодаря господдержке. Только в прошлом году местные предприниматели получили почти полтора миллиона рублей. Финансовую помощь оказывают в первую очередь тем, кто развивает производство и создает новые рабочие места. Так, производство на торговом потребительском кооперативе. Открыли кондитерский цех, закупили новое оборудование. Мы израсходовали на это оборудование 906 тысяч рублей. За счет программы господдержки, мы в этом году уже подали документы на возмещение части затрат. Решение принято положительно по тем затратам, которые были в четвертом квартале прошлого года. Значит, нам часть наших затрат с местного бюджета возместят. Продукцию, а это не только выпечка и хлеб, но и мясные полуфабрикаты реализуют в 40 сельских магазинах. В планах покупка специализированных автомобилей, которые смогут доставлять товары первой необходимости в малонаселенные пункты района. Вместо кабинетов и парт – стадион. Вместо уроков – спортивные соревнования. В Сузунской школе номер один прошел День здоровья. Это традиционное мероприятие. Каждую весну собирает не только спортсменов, но и всех учеников с первого по одиннадцатый класс. Вот они, гордость школы, ученики. Многие из них чемпионы. Лыжники, пловцы, шахматисты, баскетболисты. Для этих молодых людей спорт не просто увлечение. Я хочу идти по жизни спортсменам и продолжать свой спортивный образ жизни. Сегодня вместо уроков викторины и эстафеты – один большой урок физкультуры. Это мой самый любимый праздник в школе. В этот день мы всегда становимся здоровыми и закаляемся. Пусть этот день был хотя бы очень дождливым, но зато мы узнали очень нового. Очень много нового про День здоровья, как сохранять свое здоровье даже в сумрачные дни. В Сузунских школах физкультура на особым счету. Уже не первый год там проводят специальные уроки, открывают спортивные секции и кружки. Занятия нашлось для каждого. Тут и самбисты, и волейболисты, показательные выступления, флешмобы, соревнования по баскетболу, стрельбе из винтовки и веселые старты. Светлана Соколова, Илья Чалых, новости ОТС. 28 мая – неофициальный день брюнеток. Доподлинно неизвестно, кто и когда придумал повод для такого праздника, однако есть мнение, что возник он как ответ Дню блондинок. В 21 веке разницу между обладателями того или иного цвета волос доказана учеными. Они выяснили, что различий значительно больше, чем казалось, и касаются они не только поведения, но и генетики. Так, у блондинок показатель эстрогена выше, чем у девушек с другим цветом волос. В свою очередь для брюнеток характерен повышенный уровень мужского гормона тестостерона. У психологов есть свое мнение – темноволосых женщин чаще воспринимают как более властных, а обладательницы светлой шевелюры, напротив, ассоциируются с женственностью и хрупкостью. Согласно неофициальной статистике, больше всего детей со светлым цветом волос рождаются в России, Швеции, Финляндии, Дании и Германии. А вот мужчины для близких отношений чаще всего выбирают девушек с тем же цветом волос, что и у них. ГИБДД Новосибирской области проводит рейд «Трасса-негабарит». Профилактическая акция продлится до завтрашнего дня. Об этом сообщает региональное управление ведомства. В ходе рейда сотрудники госавтоинспекции проверят, соблюдают ли водители скоростного режима, правила перевозки грузов, а также детей, в том числе в автобусах. Кроме того, автомобилистов планируют проверять на состоянии алкогольного опьянения. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты теперь в социальной сети Instagram. УТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Доброе утро. С новостями на канале УТС Александр Журбин в этом выпуске вы узнаете о новых запретах для таксистов, как сдают ЕГЭ в регионе и где новосибирцы могут получить бесплатную юридическую помощь. Больше 130 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Новосибирской области. Школьников и дошкольников готовы принять как учреждения загородные, так и лагеря с дневным пребыванием. Межведомственные комиссии уже приняли к работе 22 детских загородных оздоровительных лагеря. До конца мая проверят еще три десятка организаций. Особое внимание к работе администрации учреждений с частными охранными организациями, установке систем видеонаблюдения тревожных кнопок. Безопасность отдыхающих на первом месте. Добавлю, что во всех лагерях уже установили стенды с телефонами экстренных служб и порядком действий при ЧП. Во всех организациях проведен капитальный или косметический ремонт и приобретено необходимое оборудование. Руководителями загородных организаций завершена работа по оформлению договоров на проведение акарицидной и дилатизационной обработки. У нас заключено 100% договоров. В соответствии с погодными условиями обработка проводится. На страже рубежей. Сегодня профессиональный праздник отмечают российские пограничники, кадровые офицеры и ветераны. Российская Федерация имеет самые протяженные границы в мире и граничит с 18 странами. Никакое другое государство не имеет такого количества стран-соседей. Пограничное сотрудничество установлено и закреплено договорными документами с 32 зарубежными государствами. Ежедневно на охрану государственной границы выходит более 11 тысяч пограннарядов, десятки кораблей и катеров. Наш регион на юго-западе граничит с Казахстаном. Протяженность этого участка составляет 317 километров. На этой территории расположены федеральные пункты пропуска, многосторонний автомобильный Павловка, железнодорожный Карасук, воздушный Толмачево. Государствами определены 6 мест пересечения государственной границы. За каждым наблюдение пограничники службу несут круглосуточно в будни и праздники. Эстафету единого госэкзамена в этом году открыли география и литература. Около полутора тысяч школьников выбрали эти предметы. Большой популярности у подрастающего поколения они не пользуются, однако для организаторов это отличная возможность обкатать все процедуры проведения ЕГЭ. В 186-й школе сдают географию школьников на экзамене очень мало, так как можно по пальцам пересчитать вузы, где результаты по этой дисциплине засчитываются как вступительные. Я люблю учителя по географии, решил выбрать ее предмет. Сильного волнения незаметно. Ни мы первые, ни мы последние, рассуждают ребята, ведь практике ЕГЭ в России уже почти 20 лет. Главное не бояться. Страх вот он просто перекрывает все дороги в жизни. Если ты боишься сдавать экзамен, ты не сдашь экзамен. Если ты боишься нести шпаргалку, ты ее не пронесешь. Если ты боишься сделать шаг, ты его не сделаешь. Поэтому нужно просто делать. Учителя с 7 часов готовят классы. Перед ответственным моментом завершающий обход. Обязаны осмотреть помещение. Во-первых, подготовку самих аудиторий. Я напомню, что сегодня литература и география. Как правило, в кабинетах стенды висят, карты. А мы сегодня должны все это закрыть. Все 200 наблюдателей регионального центра прошли обучение, тестирование и готовы к любым неожиданностям. 1 марта 2020 года можно будет просмотреть видеозаписи текущего года. Соответственно, если будет найдено нарушение, запрещенные материалы, допустим, шпаргалки какого-то ученика, либо же будет телефон обнаружен. Соответственно, даже если он будет уже зачислен в организации высшего образования, он будет отчислен, и его результаты будут аннулированы. Со следующего года раз и навсегда закроется и другая вероятная лазейка. Так называемые кимы, вопросы и ответы школы будут получать через защищенные каналы сети интернет в режиме реального времени. А в 2022 году уже школьников ждет нововведение. К обязательному русскому и математике добавится иностранный язык. Александр Попов, Артем Валевич, Новости ОТС. Новосибирцы смогут бесплатно получить юридическую помощь. Услугу будут предоставлять гражданам в предстоящую пятницу с 9.30 до 5 вечера. Для этого необходимо обратиться в общественную приемную мэрии. В указанное время новосибирцы смогут получить консультации представителей юридических служб различных ведомств по вопросам, возникающим в сферах земельных и имущественных отношений, ЖКХ, исполнении решений суда, наследственного права и многим другим. Российские власти хотят запретить таксистам работать сверх нормы. Для этого депутаты Госдома предлагают оборудовать все машины системой ГЛОНАСС. Она позволит контролировать режим труда и отдыха водителей. Соответствующий пункт внесли в законопроект об агрегаторах такси. В первом чтении документ приняли еще в конце прошлого года. У каждого водителя, по словам авторов инициативы, появится персональная карта, которая будет фиксировать его работу за рулем. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты теперь и в социальной сети Instagram. УТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok